Уже на подходе к корпусу, в котором располагается офтальмологическое отделение ВРКБ, виден результат недавней реконструкции. Вот так весьма непрезентабельно здание выглядело всего год назад. Теперь у него современный внешний вид. Изменилось оно изнутри. Заведующий офтальмологическим отделением Петр Бокшинский с удовольствием демонстрирует обновленные помещения и делится планами на будущее. Вы сами видите, все отремонтировано. Стены, потолок, пол. Что касается аппаратуры, аппаратура та, которая была у нас и раньше. Мы просто с ней уезжали, с ней вернулись. А вот что касается новой аппаратуры, будут закупки сделаны обязательно. Мы их получим или в конце этого года, или в начале будущего года. Это будут хорошие аппаратуры, в том числе аппаратуры диагностические, аппаратуры операционные, о которых мы мечтали, думали уже много лет. В день города доктору медицинских наук Петру Петровичу Бокшинскому вручили премию Ленинского городского округа. Как он признался в нашей беседе, когда позвонили по поводу награждения из администрации муниципалитета, он был очень удивлен. Я не ожидал, я не думал, что именно премия, она мне присуждается. Как потом выяснилось, у меня одна пациентка сказала, что это они были инициаторами выдвижения. Я был приятно удивлен. Более 30 лет Петр Бокшинский работает в Видновской районной клинической больнице. Но знает его видновчане не только как талантливого врача. Многие ценят его человеческие качества. Доброту, открытость, умение сопереживать. В 2009 году он даже был избран в Совет депутатов Видного. А телеканал Видное ТВ впервые рассказал о нем в 1999 году. Сегодня мы познакомим вас, уважаемые телезрители, с врачом-офтальмологом Бокшинским Петром Петровичем. В канун его 36-летия наша съемочная группа посетила медицинский центр при ферме Тамара и компания, где этот молодой и талантливый медик ведет прием пациентов. Петр Петрович, расскажите, пожалуйста, с чего и как началась ваша карьера офтальмолога? Работа врача от окулиста началась с учебы в нашем институте областном. Я закончил курсы специализации, потом пришел работать в нашей видновской больнице. А наша экскурсия по обновленному отделению продолжается. Теперь здесь красивые и просторные палаты. В некоторых из них есть даже душевые кабины. И этот комфорт для пациентов очень важен. Ведь в год здесь проводится около 600 различных операций. После ремонта отделению отошли дополнительные помещения на первом этаже, что помогло в период пандемии. Отделение рассчитано на 25 пациентов. Но учитывая современные события по коронавирусу, нам дали больше коек. На первом этаже находятся две палаты для обсервации пациентов, которые поступают по срочным показаниям и которые не имеют данных на момент поступления по коронавирусу. Мы их обследуем, смотрим. Если получаем отрицательные результаты, мы переводим их на второй этаж. Отделение офтальмологии ВРКБ – небольшая, но дружная команда. Под началом Петра Бокшинского трудится 13 сотрудников. В разговоре о начальнике употребляются исключительно термины из области магии и волшебства. Сказочный человек, сказочный заведующий вообще волшебный, даже не сказочный. Больные у нас просто сказочные, вот на самом деле. Они волшебные, да. Того, что иначе, чем волшебством и не назовешь, в работе сотрудников офтальмологического отделения хватает. Скоро придут новые приборы, которые значительно расширят возможности врачей. Но и то, что они делают сейчас – настоящее чудо. А вот этот прибор позволяет оперировать вторичные плюнисты катаракта. То есть то заболевание, которое возникает уже после удаления хрусталика. Пациент прозревает буквально на глазах. Вот стал он уже зрячий. Сама процедура занимает буквально 30-60 секунд. По разным данным, от 60 до 70 процентов информации человек получает с помощью зрения. По сути, здесь людям заново открывают окружающий мир. И пациенты ценят этот труд. Не пошла даже в платную медицину, хотя у нас принято считать, что у нас бесплатно и так себе. По той причине, что я очень наслышанна была о Петре Петровиче Бакшинском, о его большом стаже. И когда я пришла к ним на прием и увидела, как замечательно здесь все сделали, теперь я очень довольна. Стала. Буду всем рекомендовать этих докторов и эту клинику. Именно такие отзывы для любого врача – главная награда. И именно ради них каждый день делает свое дело лауреат премии Ленинского городского округа, доктор медицинских наук Петр Бакшинский. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.